По обращению граждан, наша съемочная группа выехала на место. Вот что происходит на первом совхозном проезде возле дома номер 15. Пазлы, детские игрушки, бытовой мусор. Все это лежит не просто в куче, а уже на дороге. Кто же виноват? Жильцы, которые выбрасывают мусор прямо на землю, или управляющая компания, которая ликвидировала отсюда мусорные баки? Конечно, жильцы на днях, не обнаружив контейнеры на привычном месте, по рефлексу, как собаки Павлова продолжают выкидывать мусор на землю. Привычка сильнее благоразумия. Они не хотят идти в соседние дворы несколько сот метров, чтобы выбрасывать отходы в чужие мусорные баки. В ближайшей местности мы проверили, своих контейнеров у них действительно нет. Вся эта грязная история, по словам очевидцев, началась недавно. До Нового года точно были, а после Нового года уже нет. Безобразие. Ухожу здесь редко, но внимание, конечно, обращаю и в глаза бросается. Неприятно. Думаю, кто-то про что-то забыл, про свои обязанности. Но жильцы, соответственно, молчат. В итоге, вот то, что видим. В Рязани вся такая. Ну, отказал ЖЭО вывозить. 21. Они не вывозят. Единственный контакт, который нам удалось установить с ЖЭО номер 21, нельзя назвать нормальным диалогом. Представитель ЖЭО в телефонном разговоре вела себя грубо, неэтично и часто бросала трубки, не желая отвечать на вопросы. Приходилось перезванивать, чтобы все-таки прояснить один момент. Я не знаю. Вам десятый раз. И мы вас вообще-то не ослужим с 1 января. Все, до свидания. Так что, по словам представителей ЖЭО номер 21, теперь дома на первом совхозном проезде не обслуживаются этой организацией. Остальные подробности, касающиеся вывоза отходов, так и остались под завесой тайны. Жители окрестных домов живут в таком же неведении, не понимая, что им делать дальше. И кто теперь займется вывозом этих отходов, ликвидацией сосулек на крышах их домов и установкой спасительных мусорных баков. Напоследок, хотелось бы добавить, что слово «помойка» происходит от слова «помыть». То есть, что-то мыть, очистить, избавиться от грязи. Место, где дома должны очищаться от мусора, превращается в склад грязи, инфекции, прообраз антисанитарии. Ее, конечно, поддерживают сами люди и власти города. Ведь если эти дома существуют, то и ответственность за них кто-то должен нести. Не могут в городе стоять жилые дома, за которыми власти не устанавливают соответствующий контроль.